Второй сундук золота. Я же уже сказал об этом, что первый сундук золота они получили от Евросоюза 50 миллиардов, это был сказочный первый сундук золота. Второй сундук золота, который передает им залужный через администрацию президента Байдена, они дождались, у них были точные сведения, что 60 голосов есть, и они поспешили вот в эти два часа уложиться, уволить залужного. Типа мы док. Но на самом деле дипломатическое ведомство и разведка прекрасно знали, что там еще вчера сложились голоса. Прекрасно знали, там по-моему даже на три больше дали. Поэтому они работают на пиар, и они дождавшись этого второго, то есть без второго сундука они не могли убивать залужного. Теперь они у него, получается, что он им подал власть, как они думают, но а его они хотят оставить на дне этой ямы. И поэтому он сейчас, у него сейчас задача уцелеть как легенда, дистанцироваться, не садиться в этот крючок, привязать туда камень, какой-то там ложный вот это заявление, который делает залужный. Говорит, ну да, мы остались в хороших отношениях. Он не обостряет ситуацию. Но он будет искать другой ход. И хода у него есть наперед уже. Потому что легенда уже начинает не жить самостоятельно. Сказочный герой не живет самостоятельной жизнью. Он живет молвой. А молва сейчас будет в залужного вставлять все, что она хочет. Она вставит, что он либертарианец, она вставит, что он коммунист, она вставит... А самое главное, у него постоянная теперь, условно говоря, легендарная мифология – генерал Победы, которую украли. Генерал Победы, которую украли. Поэтому все очень примитивно. Я говорю, что когда мы рассматриваем действия Зеленского, Ермака и вот людей, которые в его окружении, с точки зрения логики, всегда ищите, за какими деньгами они идут. Их всегда интересуют исключительно деньги. И призывы, вот эта вот операция по принятию решения по призыву людей, это тоже связано с деньгами. Сейчас они смелее пойдут на принятие кабальных норм. Для чего? Это разворачивается огромный рынок дополнительных государственных услуг ухылянтов. И если раньше люди платили около миллиарда долларов, говорят, заплатили за выезд люди совместно вот этим шляхам, а все возглавляли слуги народа, то следующий этап... А давайте теперь их грабить с точки зрения их имущества. У них же имущество осталось. Давайте его останавливать. Давайте его забирать. И они будут опять же искать деньги внутри страны уже. Потому что снаружи они уже все получили. Здесь, скорее всего, Валерий Залужный должен уже выступать как защитник людей. И рассказывать реальность с точки зрения... А сколько, собственно, солдат надо? А какие войска должны быть? По сути, даже из семи пунктов то, что озвучил Зеленский, что они хотят армию, как они хотят менять, это же все слова Залужного. Они украли даже текст Катигорошко Залужного. Они украли все. Но я еще раз говорю. У Катигорошко в этой сказке, читайте эту сказку, там три предательства. Это так природно для нашей страны. Это проблема нашей страны, что нам надо искать другую сказку. Пусть это уже осуществится, ее уже не остановить. Но нам надо искать сказку созидательную, а не предательскую. Какую роль в этой сказке вы отводите без угла? Она просто прокомментировала отставку Залужного, уже по факту этой свершившейся отставки. Она написала в своем фейсбуке следующее. Недооценили субъектность женщины и силу правды. Бывает. Ну что же, теперь хотя бы имеем шанс. Ну смотрите, в сказке есть персонаж сестрицем. Шесть братьев похищено вначале сестрицем. А потом шесть этих эффективных менеджеров, они тоже похищены из змеи Горыны. То есть сидят, условно говоря, в бункере и боятся, дрожат. Приходят катигорошек, спасают их. Спасают, убивают змеи Горыны, спасают их. И вот представь себе, потом они вместе с этой сестрицей привязывают Залужного, в смысле категорошка, к дереву. Это же, что за женщина такая должна быть, что за сестрица. На самом деле это согражданка, сестрица, которая образ вот этой вот безуглой, которая делает вид, что она дура. Вот точно делает вид, что она дура, но совершает подлость. Вот как эти шесть эффективных братца, эффективных менеджера привязывают Залужного к дереву, ну тоже символическое, к чему-нибудь привязать, условно говоря, дерево гроб. Вот. И она здесь, как здесь. Он же тебя спас, можно сказать. Он спас вас, этих шесть эффективных менеджеров, дефективных. Но вы его привязываете к дереву. Братья, сестры. Это же предательство братьев и сестер. Я ее рассматриваю, как вот ту самую инфантильную, безумную, безуглую девицу. Нам еще была интересная ситуация, что она к этому, змеи Граны, что-то сама ушла по тропе. Ей там борозду проложили, и она ушла. И братьям еды не принесла. Очень похоже на сестрицу. У нас таких безуглых, безумных, не знаю сколько там, процентов 10 страны. Девиц безумных. А явно у нее тоже пострадавшая психика. Явно у нее там развод в семье был. Явно, что она прибивается к какому-нибудь отцу, чтобы его предать. У нас такие были в политике. Девочки-предательницы, условно говоря. Красные шапочки. Которые выходят на тропу к волку, потом его обманывают, а потом зовут кого? Дровосеком. Чтобы его, значит, расчленить. Типичное поведение. Я не интересовался, и, наверное, не буду интересоваться сказкой безуглой. Но думаю, что она недалеко от красной шапочки. Если у вас... Ну, я понимаю, вы не военный эксперт, тем не менее, как гражданин Украины, скажите. Есть ли у вас доверие к вновь сформированной команде? Ну, доверие я не могу доверять или не доверять. Я не знаю военного искусства и то, как они сейчас воюют. Но то, что происходит, когда мы рассматриваем сказки, мы рассматриваем как бы единоличное противостояние. В данной ситуации мы рассматриваем как единоличное противостояние с президентом Залужным. Это есть. Но когда мы рассматриваем целое поколение сирот, которые захватили власть и хотят убить всех отцов, то я могу предположить, что они сейчас будут подбирать на все должности людей преданных, похожих на них. Те, которые готовы лечь под них. Не докладывать истинное положение дел, а приспосабливаться. Некоторые говорят, что часть генерала ведь за звездочку мать родную продадут. А за лампасы так еще и дочь пристроят. Поэтому я боюсь, что они сейчас сформируют целую команду людей. Потому что ведь предательство Залужного, это не только предательство Залужного, это воровство спецслужбами, победы у армии. Вот когда мы послушаем заявления ГУР, СБУ, кто отстаивал Киев. Идет же борьба за наследие. И они отбирают, даже победу воруют. Они воруют победу у всех военных. А для этого они хотят заменить, условно говоря, мужиков отцов на котов. Вот я боюсь, что они набьют сейчас генералитет руководства котами, которые будут озабочены выполнением команд других котов, которые сидят в администрации президента. Если не будет самостоятельного генерала, самостоятельного, который принимает решения, который не слушает рядового, или даже не рядового человека, не служившего в армии, он не может его слушать. Эти не знают просто. Он должен вести... Вот как в Израиле этот цхал, он же самостоятельная единица. Ему никто не указ. Его могут вызвать, давай воюй, но он будет принимать все решения по войне сам. У нас почему-то происходит вмешательство в боевые действия Зеленского. Без углой. И это очень раздражает генералов. Смогут ли они противостоять этому? Мы посмотрим. Но думаю, что нас ждут и потери, и потери территории, и позорный мир. И все это ляжет на администрацию президента. У россиян на фронте появились Старлинки. И уже комментировали более технически подкованные специалисты. Они говорят, что возможно это терминалы, которые были завезены из Арабских Эмиратов и были перепрошиты. Но тут же они уточняют, что Старлинк это система, которую не так легко прошить. Потому что на самом деле Маск контролирует все терминалы, в зависимости от территории и тому подобное. То есть, условно говоря, воровать интернет они не могут. И скорее всего Маск об этом знает. Означает ли это, что Маск все-таки решил поддержать Российскую Федерацию? Маск работает в законодательном поле Соединенных Штатов Америки. Оно распространяется, Министерство финансов контролирует все, все компании, которые так или иначе могут сотрудничать с Путиным. Раз введены такие драконовские санкции, Илон Маск не самостоятельная фигура с точки зрения акционеров. И любое заведенное дело по этому поводу, особенно государственная измена или какая-то тайная продажа, подключение врага. Это национальная безопасность Соединенных Штатов Америки. И тут, извините, ни Маска не пожалеют, ни Трампа, никого. Потому что включатся все институты независимой власти Соединенных Штатов Америки. Поэтому я думаю, что это скорее слух для запугивания. В том плане, что у Маска есть свое мнение по войне в Украине, но поставлять что-либо, способствовать что-либо военщине Путина он не станет и не будет. Это невозможно. У Маска достаточно проблем с собственной психикой. Он может делать заявление, развивать свой X. Это текер этот или как Карлсон может приезжать, брать интервью. Но американская компания, боже упаси, чтобы финансировала или помогала Путину. Даже сейчас китайские банки отказываются сотрудничать, потому что Минфин США давит на них и собирается отключить свифт. А американский рынок по сравнению с российским 1 к 100. Они даже не дернутся. Я уже не говорю о европейском рынке. Поэтому большие деньги решают свои проблемы.